здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 14 апреля 2015 года канал подготовка программ плохие новости я вячеслав мальс со мной студии дат в оба джанин у нас прямой эфир да вот мы письма от спонсоров откладывали давай зачитаем вот станислав пера уральский что меня плохие новости на моей родине каменск уральский после прихода нового мэра михаила астахова чуть менее чем полностью разрушены дороги ликвидирован троллейбусный транспорт за это господин астахов недавно награжден орденом за сослуги перед отечеством второй степени награждает у нас видимо те кто больше остальных делал вклад в уничтожение советского наследия но это скорее не вопрос а утверждение да ну это классика еще те кто больше всех украл и самых больших козлов еще вот как как самый большой козел значит самый награжденный причем как правило кавалер всех этих орденов вот сам большой козел всегда у него не все есть логично добрый день вислав эдуард иван пишет мне 25 лет я закончил физфак мгу работаю айтишником москве во многом вас поддерживала много мы расходимся хотелось бы расписать подробнее ну дальше тут ограничение просто это прислал он нам длинное письмо мы его читаем спасибо иван вот николай во первых деньги дошли но спрашивает интересуется и вторых у нас в калуге пьяный начальник гаи насмерть сбил пешехода оправдали с формулировкой пешеход был еще пьянее нормально так их померили видимо вот наталья спрашивает ваши отношения к евгению панасенкова я честно говорили панасенкова не знаю как правильно не слышал такого евгений панасенков чуть знакома да я тоже потом посмотрим просто это не было возможности смотреть какова ценность жизни в современной россии если компенсации в хоть в хакасии копеечные спрашивает илья на вопрос тоже риторический они не только в хакасии смотря кому компенсации еще вы обратите внимание может приводить пример что вот ландо у нас есть некий гражданин которого назвали шутом за это чет 450 тысяч сшибли по суду а за девочку которая откусила собака ухо моральный вред был за это ухо 150 то есть вот как бы обозвать единоросса шутом в три раза дороже ушка ребенка значит очень много поздравлений все пишет христос воскрес с праздником светлой пасхи ну вас да все всем отвечаем в общем как положено и вот олег ч написал короткий стишок счастливой пасхи искренне желаю христос воскрес вот главные слова пускай господь от бед оберегает и наградит за добрые дела очень доброе стихотворение вячеслав вас беспокоит из италии постоянный зритель как можно перечислить деньги перечислить деньги очень просто даже из италии можно paypal там реквизиты есть внизу под каждым видел вячеслав свечи не горят у наших небожителей в руках гаснут олимпийские факелы не горели зато взрывались ждем горящий серый с неба олег приморье ну да в общем вот такие у нас апокалиптические предсказания всего ну что к новостям да тут вот евгений значит не написал банбизов он спрашивает кстати было бы интересно узнать кто самый влиятельный человек в мире и в россии по версии вячеслава мальцева это не шутка но это связано с тем что путин возглавил рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии тайма это вчера говорили вот тайм этот отпечатан то есть тут вот путин на первом месте на втором весь вместе певица какая-то из южной кореи которую мы даже не знаем на третьем леди гага а вот обама значит на одиннадцатом месте си цзиньпинь на двадцать втором кресте и так далее очень очень забавный рейтинг такой повлиятельных людей и не знаю на кого они влияют вот на меня лично не вот леди гага не корейская ее так сказать подруга не влиять я не являюсь вентилятором леди гаги до российским помнишь как она написала там чтобы поздравлять всех российских вентиляторов имея ввиду фенов перевела через ну ей кто-то перевел через google переводчик так что я не являюсь российским вентилятором может наиболее упоминаемый над был их название не знаю тогда вполне по версии читателей понимаешь этот читатель ради бога меня спросили кто на мой взгляд самый влиятельный если исключить теорию заговора вообще так не рассматривать ее то конечно самый влиятельный в россии путин безусловно пока еще к сожалению но не в мире а на не в мире но не в мире конечно конечно в россии и весь мир я не имею ввиду территорию россии территории ни на что не влияет если бы влияла территория то тогда вторая наверное по влиянию было бы дания да с ее гренландии того или кто-то был бы я не знаю вот поэтому не ну америка конечно но с десятью миллионами квадратных километров все равно значит она по крайней мере в первой пятерки было бы дании но и же нет первых на германия была бы где-то там концу ближе да вот поэтому я думаю что в мире конечно самые влиятельные люди это обама и си цзиньпинь кто из них более влиятельный но сейчас наверное покажет этот и следующий год на в европе меркель у меркель конечно да потому что германия самая серьезно активная чада сама серьезно ну и конечно английская королева тоже надо считать что это европа потому что премьеры меняются а королева вот наверное когда в сентябре уже переплюнет викторию то есть виктория 61 год сколько там 7 месяцев до находилась у власти сейчас в сентябре так сказать срок уже близенько и тогда новый будет поставлен рекорд в книге рекордов гиннеса наверное запишут английскую королеву вот такие дела так вот тут прислали на такую фотку как вот этого космонавта отдирают от стены распятого то есть жалко так хорош да очень красиво очень талантливо конечно это сделано распятого космонавта распяли еще больше а самого художника таскали в ментовскую чтобы он там давал показания это это чего это он вдруг если они там допустим предъявили бы что фасад и испортил но здесь во первых нужно как-то с собственником разговаривать считает он собственник что испортили фасад или не считает а а он не мог наверно рисовать без участия с но это же не в одну секунду рисуете но и здесь да ну чё к новостям да ну нас собственно уже их и куда давай пьяный малаховский стрелок взорвал себя во время штурма и сгорел вообще совершенно невероятная история там какой-то дяденька я так понимаю пострелял из охотничьего ружья вот в люберецком районе и после ранил полицейского какого-то потом пошли на штурм он якобы что-то взорвал но там действительно взорвалось загорелось и первое сообщение было сотрудники спецподразделения булат застрелили при задержании вооруженного мужчину потом друг дни он сам взорвался обгорел и так далее огнестрельное ранение спутать ни с чем нельзя да и вот еще по курсу судебной медицины помню признаки огнестрельного ранения они они как бы не возникают в других случаях это ободок осаднение ободок обтирания дефект ткани да такие вещи которые при других ранениях мы столько на мисс космоса метеоритом шлепнет поэтому дяденька который там погиб вот этот вот ну наверно не в себе был и меня здесь меньше всего этот вопрос волнует меня другой вопрос вот выезжал судебный медик он осматривал ну что не может определить был там огнестрельное ранение или не был конечно элементарно дяденька же не до костей сгорел поэтому какая-то странная совершенно история непонятная общая площадь лесных пожаров в сибири во вторник увеличилась почти в полтора раза до 14 тысяч гектаров да вот тут весь огненный шоу продолжается и тут вот сейчас я так понимаю что все перекинулась на китай даже то есть горело забайкалье в том числе горел хакасия и вот пишут что сильные пожары наблюдались за байкальском край красноярском крае в бурятии и в туве еще представляешь то есть причину пожара причины пожара стал поджог сухой травы и мусора официальная версия то есть сейчас не лето по моему вот этого верт и главное слово здесь ключевое поджог это ключевое слово что там подожгли вообще не имеет значения траву нужен главный ключевой слой поджог представь себе в хакасии красноярском крае забайкальском крае бурятии и туве это вот пол европы если территорию взять вдруг кому-то всем одновременно гражданам пришло в голову взятий и поджечь со себя рон со всех сторон как воронью свободку что-то это странно вот мне сегодня саш послали на хорошие предложил это самое но мы постепенно превращаемся в воронь слобод конечно а саша позвонил он говорит и были у нас мысли еще вчера мы тоже говорим ну как же так так не бывает нарушку подошли то сейчас террористические акты уже как бы не модно да то есть уже как волгограде не взрывает вокзал значок подожгли сейчас вот будет путин выступать на этом своем бенефисе да все вопросы будут по этой хакасии позабайкалью о чем еще спрашивать ничего не никаких проблем больше не будет будет одна проблема вот это и будут они ее успешно решать эту проблему как пожарный интересно сказал мне понравился такой растерянного спрашиваю все сгорел толку ну нами шашлыки жарили стук шашлыков и местные базы раз всегда так что странная тема и на а финансы как ты думаешь тут не задействовала не р под пожар приближается 10 миллиардом рублей до подожжем и нам дадут доставляешь вот горела там причем это в одном месте только в хакасии 10 миллиардов заявляют вот в хакасии погибло 23 человека вообще сколько точно везде погибло никто не знает вот некоторые средства вот хроника инфа дает 50 погибших но имею ввиду и умерших в больнице сколько пока нет цифры то есть и я приошу они его знают они и не дают не знаю почему вот 10 миллиардов ущерб сгорела это 10 миллиардов это где сообщает что сгорел 1200 домов вот 1200 домов на 10 миллиардов разделе получится небоскребы до посту по стоимости вот причем заявили что вот ущерб 10 миллиардов а чтобы восстановить дома вот эти 1200 надо 5 миллиардов но они наверное включает еще ущерб как ли лес там погорел ради была варны ради бога вот представь себе 5 миллиардов 1200 домов да то есть у нас получается по 4 миллиона 160 тысяч ну там с хвостиком каждый будущий дом который они хотят восстановить по 4 миллиона ты можешь себе представить какой дом да какой-то небольшой да ладно какой небольшой в хакасии за 4 миллиона ты чертова эти да если в деревне конечно зачиняки я ты перевожу на городские квартиры я взял дом за 4 миллиона в болгарии куда можно хакасов отселить вот в болгаре вот так он выглядит вот им такие дома дадут за 4 миллиона с бассейном с кипарисами на берегу моря инфраструктура еще пострадала нет ну я понимаю что них есть какие-то смеши но они туда их не пустят вот пообещал пучков к зиме построить эти дома мы же знаем как как вот этим честники когда они участвуют в построении домов это еще с ленского события этого началось не с ленского расстрела конечно позже чуть-чуть но когда вы помните там смыло ленск нафиг что там начали строить домишки начали строить их все вот тут вот юр заигралов у нас строил до володин пролоббировал это дело и из цс пешки строили там дома так их расхваливали правда и по все развалились в одном доме даже даже вот официальная статья я не знал официальная статья мужик во втором этаже купа налил полную ванну сел туда и провалился на 1 прав голый с песнями улетел дома вот так и разваливались а я помню ты знаешь и они стоили по 300 долларов за квадратный метр строительство можете представить 300 долларов по тем временам от начал двух 2000 там какой 2001 год космические деньги за эти деньги можно было на набережной построить или купить уже готовы здесь вот в саратове можно было в москве купить за 300 долларов за метр вот и мне что понравилось у меня был участок земли я хотел построить домик ну деньги я не ворую день у меня больших не было и я у юры спрашиваю юра вот из этой цспешки то можно там сделать домик уголь да нет вопросов я те специалистов пришлю приехал специалист посмотрели и горит вы на таком хорошем участке хотите этот дом строить вы знаете вам бы лучше вот такой вот кирпичный как мы деревянная гора а почему не вот этот то дом не из цсп который там в ленске они вячеслав нас очень уважаем этот дом для тех кого не жалко вот это мне сказали те инженеры которые там строят представляешь то есть он и с точки зрения экологии ужасный ну вообще со всех сторон если можно в ванной сидя провалиться туда вниз в ванне то вот такие дела и вот тут целый прям список всех вот этих вот дел которые по таким домам и не только по саратовским это вообще как бы традиция когда есть погорельцы им строит ужасные дома если вы помните когда погорел там подмосковье то сказали построить дома путин будет наблюдать стал в онлайне камеры какие-то повесили они прав потом сразу вышли из строя перестали работать потом кучу проблем а потом про это забыли всегда раз и забывают так что вот губернатор забайкальского края там тоже пожары пообещал выплатить по 10 тысяч рублей погорельцам представляешь то есть исходя из того что сгорел 145 домов ну то есть это 4 миллиона рублей 4 400 забайкальцев остались без крови то есть если даже на каждого не на семью а на каждого по 10 тысяч это всего 4 миллиона получается наверное этот чатинский командир он больше тратит наверное куда-нибудь вот с бабой своей ездит и на пену больше чем 4 миллиона тракт представляешь по 10 тысяч рублей погорельцам имели вообще просто под 4 в ходе эвакуации погибло трехлетний девочка да причем в кооперативе огонек я так понимаю что пожарные туда не могли никак пробиться мужик ее стал вывозить на уазике они куда-то врезались уазик загорелся в общем она погибла и вот что интересно тоже сашу такие вещи сразу просекает он не подсказал я как-то не обратил внимание он будет пожарные не знали как утверждать где дачный кооператив вот представь что когда когда островую стоимость на вписывают подачам по всему быть они все знают все вот все знать где сортир деревянный знать как тушить они не знают ни хрена а вот удивительные люди как деньги из нас получать нормально они все знают вот в саратове произошло чрезвычайное происшествие на в доме на перекрестке улиц московская ирахова произошел взрыв на шестом этаже да ну это как бы продолжение вот этого огненного шоу конечно огненное шоу заканчивается классика чем-то водным я сегодня сразу стал гуглить потому что думаю ну вот есть огненное шоу ну наверняка должны быть потопы ну и нагуглил дальше об этом поговорим я то есть об этом сильно не говорят а помимо вот такого видишь были были одни пожары сейчас начнутся одни потопы после этого классика а с тем что вот взорвался в саратове но это взорвался газовый баллон при установке натяжных потолков это вообще классический сейчас вариант взрыва в россии почему всегда когда натягивают эти потолки все взрываются ну потому что может быть не те люди этим занимаются волгограде рухнула недостроенной гостиницы которые возводили к чемпионат мира 2018 года дага балка была некачественная вот руку ну хорошо что сейчас сейчас будет поменяем балку и поставить качественную поставим и будет все классно наводнение в адамовке вот да 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 вот наводнение в адамовке которые оренбургская области не только там и еще и в соседнем районе ну еще и в казахстане тоже и в новосибирске снимают вот более двадцати человек сняли с крыш спасателей в зоне наводнения если в этой адаму адамовке то она естественным путем произошло то вот в новосибирске в связи с прорывом дамбы и ты понимаешь что каждый год у нас прорываются дамбы каждый год у нас получаются на реках заторы причем в одних и тех же местах это уже все знают эти заторы из-за этого случается разлив рек затапливает уже уже этих людей топит миллион раз они уже знают вещи переносит куда-то на чердак там отсиживаются но некоторые погибают в связи с этим это уже классический вариант при этом каждый год на борьбу с поводком выделяют федеральные деньги по линиям через деньги по или не все из всех сельхозных дел министерство сельского хозяйства и еще областные везде ну субъект федерации потому что к совместному ведению относятся то есть все борются с поводком как-то вот так странно они борются то что вот если бы хоть раз сделали что-то за эти деньги хоть одну дамбу реальную то был бы нормально я же я помню как прошлый позапрошлый вернее губернатор в саратове боролся с поводком на реке от кора да вот в откарском районе она постоянно каждый год она вылетает кого-то топит люди погибают там были выделены деньги на дамбу дамбу сделали в чердыми ночи в чердыми там заимка так сказать губернаторской было там никто ничего не затапливал но надо чушь надо так надо как в рекламе во время празднования пасхи митрополит владивостовский приморский вениамин кидал пасхальные яйца в толпу это зачем он это не знаю ну там видео есть очень забавный кидал яйца христос волос кто пишет такой его его обычные смысле что это его традиции традиции ну а детства как цари кидали пятаки да помнишь там пятак такой вот такой огромный нет мне это был нам как по аналогии пришла с этими с бейсболом как-то так он его должен закручивать они там должны подпрыгивать и ловить да я сразу вспомнил южный парк когда помнишь там в день благодарения консервный сбор помнишь и там специальная машинка в которую засунули консервы они там по подлетают подпрыгивают вот тип центрифуги и кенни прыгает среди консервов должен должен поймать как можно больше консервы там были шпинат и от хрен протертый хрен протертый хрен протертый три раза помнишь что если как-нибудь других консервов у кенни будет хренов хренов день благодарить да вот тут то же самое я для себя записал интересно так вот подумал как некоторые люди но много людей я всех читать не буду я четверых сейчас про прочитаю самых первых как я думаю как они отнеслись на поздравление с пасхой и значит на то что христос воскрес вот я думаю гунди когда мы сказали христос воскрес стал воскрес а зачем мы без него прекрасно справляемся вот чаплин я думаю сказал вы чё серьезно качать прикалываться вот песков я думаю он сказал воскресень и примет участие в праздновании дня победы на 9 мая на красной площади а володин я думаю сказал президент россии обратил на это внимание еще в прошлом году вот так много я написал что сказал так сказать каждый но времени не пойдем дальше жители новосибирска отправили путина медведеву резолюцию с митинга за свободу творчества да и жителей собралось много там вот 15000 потом гейзер прям шагая шагает по планете тангейзер придется памятник тангейзеру нам поставить как вот памятник первому по пламенному революционеру да грубо говоря посох расцветший будет памятник посох расцветший точно так оно и есть я тебе точно говорю я тогда заметила вот но это элементы если кто не знает это элементы стангейзера в общем такой окно что они урезала не 15 человек подписались причем на митинг вышло народу много достаточно там менты пишут что полторы тысячи на самом деле конечно был тысяч пять вот тут фотографии там какие полторы там реально реальная толпа стоит и это не москва да конечно это не москва и самое интересное что когда против тангейзера выходили там еле-еле ну меньше тысячи людей был не будем говорить там сколько там все разные разночтение чтобы не обвиняли нас там в чем-то меньше тысячи то есть очевидно там один к пяти и вот тут еще призывы были в контакте там вот тех кто за тангейзер их там чуть любить и убивать и так далее и прокуратура не нашла авторов призыва вот если бы призывали путину нахлобучить там немножко шапку то я думаю сразу бы нашу я вот здесь но не нашли представляешь так что они требуют какие выдвинули ну как требование у них четкие вот обеспечение гарантии свободе слова свободу творчества соблюдение соответствующей статей конституции это очень важно ты знаешь потому что понятно что путин как гарант конституции не справляется с своей работой не может обеспечить действие статей конституция это так сказать основание для его отставки самое прямое основание а вот вот эта статья 148 уголовного кодекса да господи как же хотел прочитать и куда-то она убежал на прочь она так не могу ее найти представляешь ну хотя бы скажи но не надо четко я просто я не помню в том то и у меня выскочил из головы тебе принципиально узнать про чё 148 статья или вот не на я не помню ну хорошо как я не настаиваю про спроси так отставка министра культуры мединского но я думал что отставка путина должна быть отставка и техно нас поставит у директора и восстановление опера танк гейзер в репертуаре театра а 148 погуглить чуть такое так мединского требует да да так так ну и вот продолжение скандал со вчерашними пчелками у нас да но это обычная картина продолжение банкета асахар да конечно натурализовал только услышит чего-нибудь где дети да и он а тем более дети без трусов я извиняюсь там и астахов сразу же почему-то да как ты его это болезненно прям трогну естественно потому что как-то вот ты знаешь и менты и вот и астахов все меня очень хорошо один психолог сказал это у них самое любимое занятие проститутка ловите что с этим связано и но потому что как-то но натуру в них такая да любят они это дело вот чиновники закрыли школу где танцевали девочки пчелки да хорошо и вот мэри проверят все теперь танцевальные школы там в оренбурге общего других городах не проверить так нарушение права на свободу совести и вероисповедования статья 148 так что видишь а ну да логично ну я же могу не исповедовать никакой вы мне как бы это мои права ограничивайте в невском районе петербурга 12-летний школьник ударил ножом пятидесятилетнего учителя для учить стукнул ножом в ногу причем я думаю что у него проблемы с психикой но факт тот что общество ты видишь современное не может даже детьми справиться причем этот ученик я так понял что он из нахимовской нахимовского училища и вот так вот его не отчисляли он сам ушел у нее хорошие характеристики но понимаю как пишутся хорошие характеристики чтоб только свалил да поэтому ну это особенность наверно таких вот специфических учебных заведений рабочий космодром восточный написали путина послание необычным способом да они на крышах вы писали вы чтобы за 8 са было вида хоть и хотим работать что без зарплаты четыре месяца там и так далее наверное уже закрашивать не ну конечно а как же но я к тому что вот ну не к тому они обращаются понятно что там ничего решатым конечно зарплатку какую-то дадут и вообще вся эта ситуация многое вскрыла с этим восточным вот сейчас вдруг счет и палата откуда-то вылезла и вспомнила что оказывается путин подписал указ осенью двадцать седьмого 2007 года до старт строительства в 2010 году дан а до сих пор нет ни смет не проектов работают без смет и без проектов то есть им дают по фактически сделанного они оплачивают вот мы сделали там вот столько дайте денег сколько ты еще рогозин даешь сколько ты еще рогозина даешь продержаться на не знаю я доезд к явно уже валится да конечно слава его доезд сейчас я думаю но тут прежде чем особенности интересно что его даже вот честно говоря и и доедать ты не нужен он сам он сам сливаются ты видишь причем очень серьезно сливаются и здесь какие-то там дела хотят возбуждать так далее вот такой порожняк вообще просто жуткий совершенно то есть человек достаточно давно работает на своем месте ну даже предположим я не помню сколько он там работает ну два года то точно да вот какой путь путин стал в 2 избрался путин в двенадцатом году да знаешь больше на три года будет три года работает и и такой бардак ну нет конечно сразу с вещами на вы вот еще у нас веселый да обычно классическая раз а там построить в нигерии 4 а с джан причем ведет переговоры как тут пишут на сумму 80 миллиардов долларов интересно кто кому нигерия возьмет 80 миллиардов заплатит рота росатому или росатом сделает за свои 80 миллиардов откуда он их возьмет что за бредятину вообще то есть я дочитал цифру 20 а ну 4 по 20 до 80 миллиардов можете придать их денег вообще отродясь не конечно причем если поговорить о том что венгрии надо на халяву сделать и ордании надо на халяву сделать и там еще целой кучи с кем они подписались муж говорили что они если даже все силы и средства которые существуют в мире бросить на строительство этих энергоблоков это сделать нельзя то есть не получится в такие сроки такие объемы у всего мира не то что у господину кириенко поэтому я не знаю вот я хотел бы получить объяснение в чем прикол то вот может быть кто-то знает потому что я разговариваю с атомщиками они хитро улыбаются ничего не объяснять я не могу понять в чем прикол ну нафига ездить по всему миру подписывать бумажки которые потом но не работают от договора о намерениях но подписал ты хоть 100 бумажек хоть миллион пусть мне объяснят что происходит газопровод алтая о строительстве которого газпром договариваться с китаем станет прямым конкурентом поставкам российского газа в европу тоже бредятина очередная газпром нашел альтернативу поставкам газа в ес я точно такую статью прочитал год назад а это сильный сибири там во всякой фигне а сейчас вот есть был хороший проект силу сибири а сейчас его не надо делать потому что появился лучший проект это вот алтай а завтра появится еще более лучше сила там западной сибири восточной сибири еще четыре там алтай антарктиды вот бредятина при этом вот больше меня интересует то что национально иранская нефтяная компания писал три соглашения с китайцами но мы знаем у них до этого были подписаны соглашения китайцы должны были дать денежек а денежка они не дали потому что они четко сидели выжидали что будет по россии а сейчас вот санкции с ирана сняты и я понимаю так что китай не хочет возобновлять вот тот договор который был в том виде он ему не интересен то есть взять там слабать этот газопровод к себе и газ качать нафиг он ему нужен китай хочет войти туда в иран с бабками своими именно договор об этом то есть иран что китай что хочет он хочет строить то во что влез иран то есть вот эту трубу в турцию и соответственно в европу китай всего достаточно с точки зрения там газа нефти и так далее у нее сейчас все в порядке но ему интересно поучаствовать в том мероприятии который принесет денежки и как вы видите это мероприятие она конкурирует из газпрома мы со всеми делами я имею ввиду путинскими национальная иранская нофтяная компания подписала вот это я как рада сработал до счет счетная палата раскритиковал раскритиковала реформа системы здравоохранения все это критикеры раскритиковал счетная палата чё у нас критический орган что должна выдавать прокуратуру это заключение она не она заключила что положение в медицине хуже оптимального понимаешь если это не как бы специалисты в области лечения ну то есть представитель там всемирная организация здравоохранения но они приезжают играть да тут херово лечит вообще все все очень плохо а если это счетная палата то представляешь насколько это плохо если счетовод приходит и как все вообще счетовод не специалист по медицине то есть это не то что плохо это вообще все кранты поэтому причем ты знаешь вот когда они реформы начали свои очередные но они могли бы предвидеть что это приведет вот к еще большему ухудшение но сейчас вот естественно они отреформировались и теперь все пришло в еще большее запустение а поэтому нужны еще реформы реформирование реформ как они обычно где-то для этого нужно еще средства реформу требуют средства вот парадоксальной ситуации в чем в чем состоят реформы в том чтобы отнять отобрать надо то есть таким образом уменьшить средства но вот для того чтобы уменьшить средства нужно вначале вложить средств представляешь то есть ситуацию они куда-то девают огромные средства потом у нас отбирают то горты реформы не получилось поэтому надо вложить чтобы у вас еще отобрать хрени главами финн антон силуана заявил что властям россии необходимо срочно решать вопрос отмены досрочных пенсий повышение пенсионного возраста и кажется ключевое слово тут властям россии до корей народ уже никто не спрашивает вообще значит вот он сказал что вот антон силуанов заявил что властям российской федерации необходимо срочно решать вопрос отмены досрочных пенсий а я вот заявляю что властям российской федерации необходимо срочно пойти в жопу вот так я заявляю потому что с какого перепугу они делят то что не принадлежит им я поняла что они всегда так делят ну я вот не пойму здесь они взвыли ты знаешь причем вот вся либеральная часть включают даже тех кто уже там и не присутствует уже кудрин который заявил о том что это же очень хорошо если пенсионный возраст будет 65 лет вообще всем классно не всем понравится да люди смогут работать тут он прям замечательно сказал что вот объективно гражданам это выгодно вот это объективно мы думаем как же так вот вот люди не за пенсии борются там а за акции еще какую-то хрень прогнал то есть я в перу и слышу что где-то вот вокруг меня люди думают о каких-то актер более пенсионер до пенсионеру на им черт спутал кудрин вокруг него вокруг я не разъема вся не раз акциями я это понимаю прекрасно они их еще при чубасе отжали и они готовы же сидеть на своих должностях до 100 лет по этому и фантажа не пенсионного возраста чем-то нормально и вот тут еще интересная вещь открылась тоже лишь мне сегодня показал ваш общий друг называется письмо министерство финансов от 20 февраля 2015 года номер 03 04 06 палочка такая дробная 83 70 и вот говорится о том что департамент налоговой и таможенной тарифной политики рассмотрел письмо и так далее так далее все это про валюту говоря расшифровывая обычным языком они этим тупым то есть ты вот допустим получил ситуации как они обрушили рубль люди очень сильно испугались они побежали купили валюту сейчас они эту валюту продают а продажи валюты у нас является продажей имущество и облагается налогом поэтому если ты продал купил за 80 а продал за 50 и потерял на этом 30 как вообще никого не волнует если у тебя есть бумажка что ты купил за 80 а продал за 50 то есть ты должен все это листочки хранить то тогда ты можешь еще отмазаться это я думаю что очень долго почему-то приходишь в банк там что-то с валютой тебе паспорт дай все тебя там забили в базу и вот со всех сумм которые по валюте прошла теперь они ну не теперь это они говорят что недавно уже тысячу лет но на самом деле ты понимаешь почему она 20 февраля письмо никто же не платил никогда то есть они говорят они просто истолковали статью кодекса этого налогового вот таким образом истолковали ее и все и города так всегда было двучу волнуетесь так же было всегда но теперь всегда не будут да то есть могут это дело же не в том что могут заставить платить а дело в том что могут посадить за неуплату да они просто конечно они тебе мало как как все будет в налоговой соберутся эти сведения о том что ты продавал валюту тебе никто и информировать не будь нифига они в суд обратятся там тебя даже не предупредят из суда потому что они даже не парятся повестки не рассылают сейчас им это не нужно совершенно там все они примут заочное решение ты получишь судебный приказ и все к тебе придут и все заберут так что все очень здорово россия потратить свыше 500 миллионов рублей на повышение зарплат и пенсии в абхазии это да это первоочередная задача задача раздать в середине у них у них да представляешь здесь они они готовы чтобы люди на пенсию не выходили до 100 лет чтобы не платить им те пенсионные деньги которые люди уже отработали представляешь то есть они уже внесли им эти деньги они их уже прогуляли эти деньги вот они здесь готовы на вообще ничего и и оттуда в абхазию нормально можно 500 миллионов рублей запрос подкинуть и деньги что вот спрашивают как можно строить без проекта что коровника многие вещи они строят без проекта вот в горном когда мы знаем строили завод по уничтожению химического оружия там но аятсков как он утверждает подписал на капоте машины они там бухали не знаю что они там делали он подписал свое значит соизволение на капоте машины которая потом в суде предстала и в суде был вот чистый лист это я отвечаю и подпись аятского его в суде верховным спрашивают за за что вы расписались он бумажку нос не пришел но написал бумажку то вот в этом листочке он расписался в том что он согласует строительство вот это угодно просто а4 формата листок рот вся яска все вот еще там согласует и не было никаких проектов ничего там все потом уже делалось и когда я с ними начал бороться я тогда губернатором опыт был я пришел говорю ну ты чё делаешь ты посмотри да это не может быть ты знаешь но привык что он там в атомки работать нам на каждую фигню есть по 10 документов а здесь он залез туда но сунул свой ёлку подпадал у него такие глаза угадать что они делают я буду как чуде вот вот деньги разворачивать и делают суд прошел над албуровым соратником навального которому инкриминировали что картину он украл забора в общем суд признал что картина обладает материальной духовной ценностью а подсудимый был приговорен до 140 часам обязательных работ до ложнику сотову еще раз большой привет от нас да ну тут преступники суть невинных людей чё тут скажешь тут говорят как значит синека говорил наступают такие времена когда порог становится традицией сейчас порог в суде в российском стал традицией то есть абсолютно порочные приговоры эту метод традиция ужасно совершенно как-то даже ощущая ощущение какой-то мерзости вот особенно с этим вот инструктивным письмом и вот это вот 240 часов зовут эту вонючую картину которая мусорную так скажем хочется значит хочется карать указом не говорят вот вы там вот такой добрый я не знаю какой я добрый я хочу покарать этих людей я хочу дожить до того часа когда я смогу лично их покарать очень хочу и когда мне дать вот там вы там вот это сделать что сделал я говорю как как в том анекдоте про ленина до завтра мы совершим революцию там послезавтра мы того реорганизуем раб крин там то сделаем это а сейчас дискотека вот я тоже хочу пришлют завтра то сделал послезавтра очень и покарать их хочу просто покарать и все потом вот сделать вот и тесто человеческое да чисто человеческое желание прям в конце декабря работа городецкого суда была парализована и там не могли выносить приговоры потому что заключенные бунтовали их не могли доставить в суд ну сейчас они тоже бунтовали городецкий городецкой в этой тюрьме опять будут заключенных и вообще эти бунты они как там же вроде начальника син посадили они все бунтуют периодически ну а как им надо чтобы там было хоть как-то отдаленно напоминала от они вот в полном объеме так понимаешь они конечно совершили преступление а может быть многие ничего не совершали но они должны отбывать наказание в тюрьме они в аду а вот российская тюрьма это от и люди отбывают наказание в аду 600 тысяч с лишним заключенных и когда рассказывать что в америке гораздо больше заключенных нужно понимать что в америке их 700 тысяч а население америки 320 до миллионов человек о чем речь вообще может создать пора какой-нибудь профсоюз заключенных но может быть он не будет называться профсоюз есть уже вообще есть вар и в законе создают во первых нет ура она же не авар их есть международная амнистия да а есть организации здесь местные так на защиту заключенных заранее создавать защиту заключен нет я серьезно союз нет к почему ну не знаю но не профессию заключенных ну вот да я брать смешно грубо говоря как она есть у вас а и же расширительно торгуются не обязательно люди одной профессии они могут в одной структуре находиться до условно говоря да вот новые подробности по делу об убийстве немцова задержанный заур да да и главный обвиняемый был оказывается задержан за употребление наркотиками наркотиков сотрудниками фскн а уже потом уже они передали его в фсб его задержали удал утверждают они хранение что он там был связан с наркотиками и так далее вот тут знаешь сразу из собачьего сердца вопрос возникать как же он работал в очистке до помню как же он был замкомандира батальона и уволился в тот день когда его задержали ну странно это да то человек связан с наркотиками как они утверждают и вдруг вон а ночью ну ну тут вот еще и руслан геремеев покинул россии как утверждает некоторые источники как ключевой свидетель по делу бориса немцова там до него не добрались чечне не добрались говорят говорят ну это я не знаю это со слов говорят что его допросили там но это они говорят что мы его допросили да ну наверно чтобы нет сама не выглядеть полными даришь ничтожествами вы сказали уехал я так понимаю что слинял да саудовская аравия туда месту мест много на земле места много но в хорошие места то он не слиняет же да где хорошо люди живут я имею ввиду в европу куда не а наша верхушка стремится конечно конечно придется туда производство наркотиков в афганистане выросло в 40 раз за время проведения соединенными штатами операции несокрушимая свобода да тут на это правда патрушев да тут патрушев много чего интересного заявил конечно сегодня первый выдавал то есть вот в том что наркотики россию заполонили это сша виноват конечно пиндос они же сюда они они на границе здесь стоят эти пиндосы они они здесь самолетами возят пиндосы на которых написано три буквы на самолетах да таки мчс но и многие другие там это пиндосы все делают да забавно а счет пиндосы виноваты значит он сказал гениальнюю совершенно вещи очевидно что сама украина американцев и их союзников не интересует ситуацию в этой стране используют для подрыва россии дестабилизации обстановки на про на пространстве нашей организации имеется ввиду шанхарской организации сотрудничества вот представишь американцы устрою устроили на украине все вот это причем как они устроили я не понимаю американ стал в донбассе в луганске все крыма не забрали там чё и для того чтобы вот этому шоссу было хреново понимаешь что кто не помнит что такое шосс это китай россия казахстан таджикистан киргизия и узбекистан в чем проблема китая от того что происходит на украине наоборот китаю 5 баллов вообще просто кайф потому что в россии при этом несет определенные издержки и китай здесь банку и дают причем всех остальных он дает этих шоссовцев поэтому я я не знаю тут так он говорил это секретарям совбезов соответствующих стран но это тупая такая такой тупая попытка промывки мозгов типа это не на нас всех мы пока отбиваемся держимся но вы же смотрите надо же всем все должны драться не ну пока это дешево это это детский сапад уж не умные абсолютно конечно мы это знаем и в общем-то и здесь поступает как он тоже из озера а там их специально отбирали на из озера ну конечно а как джон и он из этих же а как же и наших из поля до славян до андрей лунёв принимал участие в инспекционной поездке и во время одной из остановок подорвался на так называемые растяжки андрей лунёв это репортер издание звезда она я так понимаю что он там проживает в донецке что он такой же как бы спаратист просто числится за вот этой звезды ну наверное репортажи какие-то делает и так далее но я так понимаю что на нейтральной территории подорвался чья растяжка это совершенно непонятно ну если он там ходит по этой территории он должен понимать что там бывают растяжки да как в свое время назывался то немецкие приколы да так назывался помнишь когда в европу англичане с американцами высадились то немцы очень любили такие приколы делать он я так понимаю в доме подорвался вот они очень любили в домах оставлять всякие приколки да такие значит пистолет какой-нибудь хороший из там п 38 положит на стол ну солдатик забегает глаза за ведущий по 38 хватило бабах весь дом все к верхним людям улетели а для английских офицеров была специальная приколка . картина висела боков то есть они достаточно педантичные солдат заходит он что тут что-то забрать а офицер рассвет поправил все он прилетел то есть солдат зашел он не взорвется солдаты не нужен офицер улетает поэтому все эти вещи нужно учитывать когда находишься в зоне боевых действий что нины что будут взрывать однозначно вот многие издания указывают что составы российской железной дороги продолжают завозить украину боеприпасы из россии да тут фотку и а вот она вот такая фотография там она была в социальных сетях выложила и вот нового вагоны там боеприпасы видно находится ящики с боеприпасами и вот эти ребят которые сфотографировались записали что там какое-то немыслимое количество значит снарядов привезли а так как при помощи позиционирования можно понять где это место ну в общем стал ясно что это как раз данные раваны в общем везут боеприпасы значит их делают где-то у нас конечно где-то делают я не знаю может из складов но если их делают то и уже кто-то делает на заводе вот знаешь есть такая у орнитологов причуда до кольца птичкам одевать чтобы потом где-то другом месте поймать и понять как они летают да ну то есть метить каким да если вы вот люди могли бы те кто производит эти снаряды до пометить их каким-то образом ну это самое и потом где-то здесь другие люди бы увидели их искали вот это снаряды с такого-то завода да только ну как в тюрьме варежки метели да ну да 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 сапоги если языки делали с пагет сразу видно всегда чем вылезу ну про . да это так двое подростков получили ранение при стрельбе в донбассе 98 и 2001 года подростки это ранены плохо это что можно сказать вот в украине еще собираются внести поправки в закон о запрете коммунистической символики и пропаганды принятые 9 апреля уже уже поправки понадобились вот лепят законы вот сейчас надо безумие да потом поправки через неделю какой на знаешь в чем поправка запретили коммунистическую символику и вдруг вспомнил вот ты мчук но оказался умный человек один что ординат советский как же к 9 мая как же ординат тогда чушь с ними делать на них на всех серп и молот и звезда ну это они еще прям вот самый верхний уцепили да 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 полно конечно представь какие идиоты отказаться добровольно от знамени победы отказаться добровольно от звания победителей гитлера это безумие совершенно фильм советские что запретят тоже о чем вообще тут вот я посмотрел пургин он и есть пургин выступает там что-то пургу несет для bbc а сзади не узнаем победы висит понимаешь то есть это ребята приватизировали а эти даже не пытаются как-то сопротивляться да да это вы победили гитлера путин с пургин им вы гитлера победили хренеть вообще что происходит эти зачем они это делают вот как вот как борьба с русским языком увеличивает раскол внутри украины во первых и самое главное что это оправдывает действие сепаратистов вот как как же ну и вот по себе скажу конечно мне был бы например как вот человеку из советского прошлого мне был бы не уютно жить в стране да не но мы же советские люди а где запрещена советская символика а че я вообще против того чтобы хоть какую-то запрещали символику нацистскую там я не знаю в общем полпотов скую никто не запрещать уваживала там какое-нибудь издательство там советские писатели лечо которые серпа серпы молотки в своем это на каждом корешке сейчас на книге посмотрела что нам все книги сжечь по дну значит они будут принимать поправку кроме книг да как помнишь у платона до диагеном и с плоскими ногтями и вот это будет такой незаконно какая-то фигня там вообще не надо было это делать кто кто их подтолкнул на это они должны как бы его до дедушкиных носков расковырять потому что смотреть не разъявили у него деньги да и неспроста потому что это больше всего выгодно путину потому что он хочет приватизировать победу он победитель гитлера ну как он сам себя видит вот израиль заявил что может начать поставки вооружения украине в случае если россия начнет продажу ирана зенитно-ракетного комплекса с-300 вот тебе и быстрый ответ да да видишь аббас никак не потревожил до таньяху а вот зенитно-ракетные комплексы в иран они сразу растревожили потому что они прекрасно понимают чем это грозит то есть защищенный со всех сторон иран который так имеет очень мощную систему повом да он может нахлобучить у него есть достаточное количество ракет чтобы стрельнуть по израилю а в случае ответа по ос может отдел все блокирует хотя с другой стороны тоже не то нет не надо собственно переживать потому что все системы противовоздушной обороны которые продают путинские они отключаются на расстоянии наверняка там в этом кб который занимается с 300 но они модернизированы вот эти которые на продаже вот там наверняка половина инженеров евреи наверняка через масса то они могут узнать как же отключить это из 300 я уже боюсь скажу я наверняка не уже из-за чего палец тогда это это политические как бы заявление ну нет а не кто проще обами надо надо за базаром следить он все таки отвечает до гроза целиком они троих вреда пофигу мы и мы и сами готов лишь тема хорошо было бы у них сейчас ядерная бомба да но дала есть у официально я имею ввиду чтобы можно было трепаться я уверен они бы первые сказали да ну давай ну давай ну ты такой крутой ну давай да и все и путин бы насрал бы в штаны и пошел бы это самое так сказать плакать да правильно нет ну потому что как раз на такого хулигана который постепенно ты знаешь есть трусливые хулиганы до которые так наезжают и видеть когда им облому не дают они начинают больше 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 но ты же сам говорил что нагреть начинаешь ну пусть а такому хулигану наоборот нужен хулиган понимаешь да он тогда его сразу понимает ну давай один на один ты и я твои ракеты против моих давай и все ну понимаешь что это все может для нас закончится и все потому что задачи нету на самом деле потому что получается что смешно да потому что воевать с израилем путину при все его ну при всех его там этих болезненных этих самых смысла вообще не имеет да потому что он понимает что тогда он не прав абсолютно и воевать с израилем понимаешь о чем я говорю с америка это круто воевать а с израилем не круто ну да с его точки зрения позиции понятно ладно мы в россии проводят учение в северной атлантике да ну мы говорили о том что проходит учение английских военно-морских сил и товар на воздушных вообще как бы маневры и вот туда сразу же метнулись в атлантику российский военно-морской флот туда метнулся в ла-манш и в общем ничего хорошего да тут вот британцы поднимали свои истребители перехватчики чтобы бомбардировщики российские тормознуть мы говорили о том что когда происходит учение и кто-то туда еще пытается вмешаться то возможны какие-то эксцессы только вчера говорили что пойдут на перехват эти что-нибудь уронят или врежут цели еще чего-нибудь будет очень ничего хорошего в этом нет накаливается обстановка очевидная совершенно накаляется и накаляет ее в общем-то уже с обеих сторон власти сша создает информационные войска который будет бороться с российской пропагандой в соцсетях одноклассники вконтакте а также фейсбук и твиттер сообщает известия да можно им верить или не верю не это можно верить тем более что они пишут и не только известие многие другие пишут что все это создается на базе чешского офиса радио свободная европа а звучит то это как как будешь как будто власти и сша также написано причем власть сша я понимаю свобода и свободная европа финансировались изначально создавались для этого они же уже давно не являются правительственными структурами может там дотации какие-то есть но я думаю не такие как на нашей раз что да и прочее вот это вот пропагану опять же вот они то что они создают против якобы путина на самом деле ты сам понимаешь говорили о том какие сми что такое радио свобода радио свободной европы еврейской сми вот они пытаются побороть российскую путинскую идеологию то есть еврейской идеологии никак не поборешь безумие совершенно шутки у них все равно смешнее этот ватников ски и эти самые смотрел демотиваторы так называемый на джо ужас какой просто кошмар вообще полное отсутствие чувства лишь даже самого плохого там не низкая потреба в начале кстати в начале были были ничего шутки ну значит все ушли оттуда я креативный уже рассажать всех подряд он самый креативная была шутка из этого спорят код который милучит этому солдату в крыму и там написано спасибо что я никит вот и после после этого я чуть тоже не обнаружил ничего интересного заслуживающего внимания финский власть расследует случай утечки секретной информации о санкциях против россии до 24 июня у них еще 2014 года все там улетела про эти санкции я так понимаю что их просто взломали наверное учет выкачали и разместили это не то что у кто-то украл сведения и передал там обнародовали просто обнародовали поэтому о шпионаже не идет речь да слушая в законодательстве живот бороться с такими как сноуден не получается да потому что законодательство предусматривает именно шпионажа и в измене какой-то тайную передачу за деньги как только нет денег и нету передачи да то получается вот обнародование как думаешь будут они стараться что-то с этим сделать ну то есть я имею ввиду вообще правительство стран самое главное чтобы не было никаких финансов потому что вот как с этим морячком помнишь который про затопленные ядерные эти реакторы написал он же обнародовалась сведения но ему там какие-то прислали денежки ну и все и в результате он получил за шпионаж строк поэтому конечно это очень важный такой момент власти греции опровергли слухи о скотров о скором банкротстве страны всем поверили да нет они в начале было заявление причем близким так сказать близкими людьми к власти что скоро дефолт все поднялись на уши потом они это дело опровергли но понятно что они раскачивают ситуацию они сами наверняка распространяет и те и другие слухи то есть им важно сейчас эту ситуацию раскачать потому что представь себе сейчас вот они съездили к путину а ничего не происходит они приехали они ожидали сейчас их там начнут дергать а ничего не происходит они начинают раскачивают час за ним будут хулиганить пока пока кто-нибудь с ними не встретиться и чуть не пообещали встретить сто процентов я уверен сейчас там тоже выжидают для чего для того чтобы ну меньше меньше дать да то есть сейчас скажу они там перегорят чуть-чуть там потом согласятся по мостским пограничников хватит несколько медалей за спасению топач но это классика остапа бендеров sky вот американский остап бендер думает что им хватит несколько посмотрим что там запрет несанкционированных митингов в испании вызвал голографический протест да там такую голограмму сделали митинга голограмма митинга очень здорово кстати но я могу что сказать по поводу у меня убежал куда-то голограмма по поводу этой голограммы сейчас происходит борьба с информационным миром государство борется даже в испании совершенно абсолютно делается все цинично очень нагло и вот это умирает до государству даже в нормальных странах отказывается имитировать народовластия уже отказывается все то есть них нож не может управлять этой помощью при при проникновении информационного мира все знают обо всем да грубо говоря не нельзя ничего сделать я вот знаменитую так сказать формулировку из ради чего да что чудище обло азорно огромно стоземно и лайей и добавил и охреневали еще вот понимаешь вот государство охреневали сейчас просто по полной программе во всех вариантах вот этого слова просто северокорейским школьникам расскажет об очередном подвиге ким чен и нам да там целую прям эпопея про ким чен и на я помню маленький я был мама мне сочиняла всякие истории про мишу вот как он там и космическом корабле летал и и чё только не было с этими шуткой такой многосерийный какой вот был куда-нибудь едем и она мне про это рассказ вот я почитал про ким чен и на вот прямо один в один то есть он в трехлетнем возрасте машину научился водить там чё-то чё только не делают не хуже как в этом как фильм про ким чен и называется интервью интервью до что у него там в попе дырки нет так и далее увозим забавно лидеральный судья вашингтоне приговорил длительным сроком заключения четырех бывших сотрудников частной охранной компании был экватор признанных виновным в расстреле 14 безоружных иракцев багдаде 2007 году да вот блок вот а черная вода частная структура который в ираке веселилась даже там в фильмах в некоторых показана была и вот посадили все-таки людей многие не ожидали что посадят но посадили и даже пожизненно дали и показали в общем что америкос что карать будут тех кто убивает людей независимо на какой тебя воля воля у них есть к этому и это это очень правильно то есть они молодцы и продемонстрировали так сказать достаточно серьезную политическую волю я понимаю что многие военные кто стоял за этими ребятами очень напряглись потому что собственно их для этого и нанимали чтобы они совершали эти действия которые военные не могут поскольку находится в рамках воинских уставов и под присягой а эти ребята они без присяги без уставов то есть это такие приватил каперы такие до пираты современности ну вот нахлобучили их и очень здорово на территории болгарии на территории военного завода по производству боеприпасов около города карлова прогремел взрыв ну что доказывает что снаряды взрываются не только в россии но вот еще и в болгарии взрываются снаряды бывают там тоже тот покурил от дочь и банк советует покупать никель ну что тут можно сказать и вот я и у меня просили прокомментировать я я не знаю надо ли покупать никель или нет нужно нужно так скажем проанализировать очень горит они говорят о сокращении производства фару да они говорят что будет сокращено производство а при этом вот там на три процента будет сокращено а рост будет там на 23 соответственно это сокращается а то растет таким образом будет в общем-то очень серьезный спрос не знаю он такой заголов гражданских пилотов заподозрили в неумении летать в ручном режиме но это уже давно тема идет еще когда 330 вот аэрбаз упал 1 июня 2009 года в атлантический океан на рейс рио-де-жанейро париж из-за того что пилоты не смогли справиться в ручном режиме то есть они грохнули самолеты мы видим что сейчас очень много получается аварий именно из того что пилоты срывают самолет и потом они его не могут вывести то есть это либо спираль либо штопор а дальше выручая родимый вот только один вылез вот мы говорили вот это вытащили которые молнии попала а так сейчас уже почти гарантированно раньше если штопор ну кто-то еще вылазил кто-то еще мог умели пилоты вынимать смолеты штопор а сейчас уже получается что никто не может то есть они начинают как сумасшедший тянуть рукоятку на себя и получается какой-то в крутой пике помнишь командир гитмы летим носом вверх нет мы просто падаем хвостом вниз ха 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 вот так приблизительно получается и сейчас они тянуты делают еще хуже в сша самолет аляска аэрлайн аэрлайн совершил экстренную посадку из-за крика в грузовом отсеке для мужика закрыли там грузчиков грузовом отсеке он решил что лучше подать сигнал что он там закрыт вот его зачем я не понимаю сажали там в 37 нет выхода что ли с грузового отсека наверняка 4 болта надо отвернуть чтобы вынуть человек через переборку германии сенсация 65-летняя учительница написано родить четверых близнецов родит да она лежит сенсация пусть родить сначала то на улице это уже как как люди хотят новостей новостей не хватает что прям готовы уже новостью делать еще ничего не родилось ну что сейчас за верили быстрее средства показывают это раньше никто не знал кто чего родиться сейчас все видно так что интересно это я думаю что недолго осталось до того момент когда придут времена когда женщины будто 80 в 90 рожать но у нее уже есть 13 детей так что я понимаю что это особые уникальные случаи ну да что она сделала как традиции ну и может быть правильно очень хорошо так давай на вопрос ответим да так вопрос вячеслав каким образом володин хочет стать преемником путина если он выше него или уходит на карачках чтобы пути не комплексал сто процентов так и есть вот вы прям вы так прям четко указали именно володин умудряется выгляни выглядеть выше путина роста в это это у него а как он собирается стать но для того чтобы стать преемником для начала надо стать премьер-министром мы говорили что как только он станет премьером все все можно путина сливать вот и тут про медведеву еще и я вспомнил мне вчера серио что сказал медведеву так хорошо смотрелся в вьетнаме почти почти с ними одного роста может быть ну чуть может поменьше чуть-чуть очень понравилось так 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 новость под новосибирскому прорывал дамбу а мы же знаем уж сообщили про эту новость сейчас этих прорывов и затопление будет море сейчас они будут перемешиваться пожарозатопление пожарозатопление ночи совершенно очевидно что поперло что называется потому что власти бедоносец люди почему-то это не видит не чувствуете они не знаю но они будут чувствовать это на своей шкуре то есть боженька всегда дает понять что в конце концов даже самый глупый понял и искал да ну нафиг вот такой идет когда чтобы все поняли что это и он и которого надо выкинуть за бардашным нам потом с ним разбирались уже какие-то божественные силы когда уже сдохнет этот товарищ это не ко мне вопрос есть более так сказать авторитетные у нас они это решают он вернее боженька это решает поэтому мы можем только предполагать а он располагает вячеслав почему на всех средневековых картах россии нет а местные московье на западе и тартарии на востоке ну потому что россия это итальянское название если вы помните поэтому наверное есть название русь вячеслав когда вы придете к власть что будет подходить с этим церковным мракобесием и что будет с тестами другими конфессию спасибо за ответ почему вы уверен что придете к власти ну потому что это естественное развитие событий потому что новый побеждает старой потому что новые идеи а мы идем с новыми идеями которые перекликаются с информационным миром и являются идеями информационного мира как они могут не победить путина который даже не знаю что такое компьютер во милую бог это сто процентов то есть никакого другого варианта невозможно просто а что будет с православными с другими конфессиями ну во первых у нас отделена от государства и это мы будем поддерживать безусловно но церковь не отделена от общества и общество должно влиять на церковь не наоборот церковь пытается повлиять и везде залезть не должна церковь везде лезть вот есть у тебя там приход твой ради бога занимайся своей паствой куда ты лезешь зачем ты идешь там и рассказываешь что хорошо другую пасту да что хорошо что плохо не надо с своим уставом в чужой монастырь и лазить это уже чужой монастырь не церковный поэтому нечего там дело слушай но так по логике можно было как с макаронным монстром до создать некую такую церковь любителей тангейзер или конечно взять это наш культ поклонения именно так мы не поклоняемся славе спектакли да и в вагнер культ любители вагнер да и оскорбляете наш чувство когда мужик в платье заходит в это помещение до условно говоря сразу оскорблю оскорбленные чувства имеется ввиду попов да то есть они здесь не должны появляться нет вот что относительно как бы православной церкви я говорю что очень сильно надо разбираться и чистить ее при помощи мире а при помощи тех монахов и церковников которые не потеряли человеческий облик и православную веру которые являются истинно православными и не ищут на стороне богомерзости а ищут внутри церкви где полно этой богомерзости когда пидорок вырезается давит людей в двадцать там три года до у него три автомобиля дорогих откуда он их взял является монахом не это ли это оскорбление чувства верующих да ладно я сейчас заведусь а относительно других конфессий но они как как жили так и должны жить какие вопросы к ним нет никаких претензий есть есть закон ну и будет там есть не это кто будет другой который дает всем абсолютно свободу совести равные права то есть есть возможность исповедовать любую веру или не исповедовать никакой быть атеистом ради бога какие вопросы от истинного будь православный будь православным мусульманин будь права мусульманин никаких вопросов мы никому никаких претензий ними если конечно и это не выпячиваются то есть вот если нет мракобесия именно если с одной стороны эти не лезут там строить и обучать всех как 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 нужно там тангейзер ставить а другие там не лезут с бомбой куда-то да как как нужно там бога любить мы сами как рано кори сада мы сами там разберемся кого надо любить кого надо ненавидеть не надо никуда лезть вот за это мы будем жесточайшим образом карать это я отвечаю свои слова да нам чтобы они отвечали обратно есть встречный из как в американском законодательстве да да подали проиграли заплати вот раз заплатили второй раз третье заплатили да и все искать данную нафиг ночью они же не чувствуют никакой ответственность он подумаешь там суд принял не принял да нет нам чтобы они отвечали как верующий человек похороните вы ленина сложный для мне вопрос и если раньше я не знал как у него ответить реально не знал то сейчас склоняюсь все больше и больше к тому что да вот сегодня меня спросят сегодня похороните ли вы ленин до трудное решение вот так как решение крым не наш трудное для меня решение но нельзя когда варк мы тебя поддерживаем иди там ты будешь там лидером лидер не может не иметь ответов на основные вопросы а это в россии встал гуглить основной вопрос времени на хоронительник хранить но да будем хранить чё говорят же надо да все равно придется решать так вячеслав ваш прогноз на выступление 16 апреля но мы уже говорили основная тема будет пожар в хакасии для гаят выделалась до пожара сейчас затопление стихийные всякие бедствия и так далее вячеслав выходите в видео чат рейтинг зашкалит четко видео чат я даже не знаю я не знаю а вы нам разъяснить что такое видео чат и и с чем и с чем его едят так только мне одному кажется что гибня сжигает хакасия освобождая место для наших восточных партнеров которые скоро будут не с востока а сверху не только вам одному кажется есть у нас тоже какие-то так скажем сомнения да мы питаем смутные сомнения господи куда-то еще сейчас вот что вячеслав просто передачку говорю что хотели бы столицу киеве каким образом почему но я я как бы хочу столицу руси в киеве но вы понимаете что сейчас технически это даже невозможно то есть у путина была такая возможность он когда не пустил россию 21 век у него была на самом деле возможность не только у россии ввести 21 век но и всех наших славянских братьев и всех нас объединить мы говорили что очень просто это сделать было то есть с экономической точки зрения признать что все что есть там наш ход так скажем богатств и недор все это принадлежит всем нам поскольку мы как бы единый народ который защищал от фашистов и так далее то есть всем могут совершенно спокойно это использовать в свою пользу не платя каких-то лишних денег но он решил так что мы даже должны там какие-то безумные деньги платить а уж все остальные тем более поэтому конечно это была возможность объединиться и на экономической основе очень на очень серьезный причем я говорю со всеми объединиться с молдаванами там все все ну то есть не говорят собрать бывший советский союз фактически так потому что и все таки вот эта инфраструктура она не была порушена и очень был бы неплохо ее восстановить я имею ввиду экономическую инфраструктуру политически ради бога там кто угодно мог и где угодно быть это вообще не важно может понимаем что сейчас очень очень важны именно экономические аспекты поэтому и вот какого-то вот этого союза некого квази государства состоящего там из многих кусочков очень был бы хорошо сделать столице именно киев где вот этот как вот европарламент заседает да там заседал бы вот такой парламент вот этого квази государства чего-то плохого но это уже пока пока это не полу не получится почему потому что путин все обгадил вячеслав отправили путин путину вопрос может задавали ему вопрос не отправили этих давай отправим чё вы отправлять ну что мы будем участвовать в этой глупости фарс фарса да конечно мы даже ну мы пришли он ночью кто будет читать машин как детский сад устраиваем вот ну давайте отправим мы уже ему задали вопрос если бы она слышала отвечал бы сразу если не слушает а кто передаст ему наш вопрос могу вот хорошего взрослые люди почему до сих пор путин не знает о вашем существовании путин слепой и баллотировались ли вы до этого на постпрезидент спасибо за ответ не на постпрезидент я никогда не баллотировался слава богу знает ли путин или не знает не знаю я я не могу утверждать что он не знает хотя мне кажется что он не знает да ну как как я не знаю тут зависит от того смотрит он в интернет когда не сервис он не смотрит ну а тогда откуда может новому мачену вызов опять нет я про другое говорю это очень интересно в плане вопроса вот я поэтому прошу задать вопрос путину знает он кто такой мальцев или нет рука и послушаем ответ конечно ответа не будет но вообще интересно представляешь интересно да но его же там добили когда это первые раза когда-то в это помнишь ктулху когда ему все-таки его же пробили когда много слишком задавали пришлось ему как-то реагировать на это хорошо спасибо до свидания до свидания